По инициативе президента с 1 июня детям от 8 до 16 лет из неполных семей положена ежемесячная выплата в размере 5650 рублей. Семьям, где воспитываются школьники, единовременно выплатят 10 тысяч рублей. Также Владимир Владимирович предложил предусмотреть льготу для беременных женщин, находящихся в трудной материальной ситуации. В среднем по стране размер такой выплаты составит 6 350 рублей в месяц. Мария Писарева, председатель Ассоциации приёмных семей Ульяновской области, смотрела прямую трансляцию президента и отметила, такие меры необходимы для региона. Ну и, естественно, заинтересованность, когда в ранние сроки беременности, когда наши девочки, а у нас уже девочки подрастают из приёмных семей, они уже выходят замуж и, соответственно, они будут стимулированы тем, что у них будет ещё вознаграждение. Это значит, будет рождён здоровый малыш. Президент отметил, что нужно помочь регионам с уровнем коммерческой задолженности свыше 25%. Для таких субъектов предложено заместить долги бюджетными кредитами. Президент также предложил предоставить субъектам инфраструктурные бюджетные кредиты. На последнее регионам направят 500 миллиардов рублей. Председатель комитета по бюджету областного парламента Александр Чепухин отмечает, данные меры – огромная помощь регионам. Это удешевит и упрощит доходную часть бюджета, упрощит и удешевит само содержание и обслуживание государственных долгов. Это первое. Второе – это инфраструктурные кредиты. Конечно, хотелось бы понимать механизмы. Это всё здорово, это нужно, необходимо. Но самое важное, чтобы они не заменили тех денежных средств, которые выделяются регионам в разрезе государственных программ, национальных проектов. Также Владимир Путин объявил о создании фонда культурных инициатив, который займётся выдачей президентских грантов на проекты в сфере искусства и творчества. На него будет выделено 3,5 миллиарда рублей. В Ульяновской области эту новость восприняли с большим интересом. Например, в Краевеческом музее благодаря грантовой поддержке уже сейчас успешно развивается волонтёрское движение. Благодаря этой поддержке мы с волонтёрами будем выезжать в экспедиции в Ульяновской области и собирать такой предметный материал для создания будущего музея, Музея Победы и Тудовой Доблести. А второй грант мы с помощью волонтёров будем создавать уроки, онлайн-уроки Ульяновска города Тудовой Доблести. И здесь мы привлекли волонтёров серебряного возраста. Президент в своём послании отметил заслуги российской культуры, а именно работы учреждений в пандемию. Владимир Владимирович отметил, что сохранение культурного кода страны – одна из основных задач. Андрей Пашкин, как директор архива новейшей истории, полностью солидарен с высказыванием. Всё то обилие народов, мирно населяющих и сосуществующих нашу Российскую Федерацию, и в том числе религий, о чём говорил Владимир Владимирович Путин, это, безусловно, руководство к действию всем учреждениям культуры и научным сообществом, ну и, естественно, архивом. Указания президента будут выполняться в каждом регионе, в том числе и Ульяновской области. Анна Тищенко, Александра Никитина, Юрий Ломатов, Управда ТВ.